Президент Аслан Бжания и глава администрации Сухума Беслан Эшба проинспектировали ряд объектов в столице, где проходят ремонтно-восстановительные работы. 550 метров участка дороги по Ардзенба от пересечения с улицами Агумава до Титова полностью реконструируется. Заменены все подземные коммуникации и уже готовы приступить к укладке асфальта. Этот участок до улицы Титова, по улице Ардзенба был в плачевном состоянии. Это касалось уже вышедших из строя коммуникации, водопровода, канализации, ливневой части. Здесь густонаселенная часть, и еще даст некую развязку, потому что многие, чтобы не попадать на разбитую улицу, ехали вокруг через проспект и так заезжали. Поэтому этот участок для города был очень необходим, и поэтому мы приняли решение за счет собственных средств городских произвести ремонтно-восстановительные работы. Вот полностью там где-то у нас получается коммуникации, замена всех труб коммуникации 38 миллионов. Это городские деньги, плюс еще асфальт. Надеемся, что где-то если с ценами ничего больше происходить не будет, потому что цены резко выросли по отношению к тем расчетам, которые мы проводили летом. Вот, ну где-то от 15 до 18 миллионов нам, наверное, понадобится, чтобы асфальт положить. У нас деньги есть. Когда вы начали работать? Работы начали в конце июля. Пока поставь восстановлены, потому что здесь глубина залегания 4,5 метра. Очень сложные были работы, имеется в виду канализация. Вот здесь на стыке на улице Агумава. Сколько у нас глубина залегания здесь? 4,5 метра? 4,20 метра. 4,20 метра. В конце уже видно 3,80 метра. 3,80 метра. Сложные работы были, было много обвалов, потому что долгое время трубы пропускали, и грунты были все уже обвягшие, намокшие. И поэтому малейшие две. Вот почему медленно шли? Потому что мелкими участками приходилось делать, потому что если большую траншею надо было бы сразу вырыть, так было бы легче и быстрее. То все это дело обвалилось бы. Поэтому мелкими участками по 15, по 20 метров вот таким образом двигались. Президент осмотрел ход работ в парке имени Тараса Шамба. Здесь завершается укладка брусчатки, облицовывается фонтан, устанавливаются столбы индоевропейской телеграфной линии. Завершение будет к концу месяца, но в связи с тем, что совсем немного нам осталось, мы думаем до 10-го часа завершить здесь. 10-е, 15-е. 10-е, 15-е, чего? 15-го ноября. Этот фонтан восстановлен в таком же виде. Точно. Как он был, правильно? Как он был, да. Цветовая гамма та же самая. Да. Понятно. Да. Вот фрагмент старый, да, по-моему? Это все вот эта верхняя часть, отреставленного, он был побит очень сильно. Верхняя часть тоже будет плиткой покрываться. Да, вся она будет. Да, да, да. Освещение будет, правильно, да? Если будет освещение в стране, то будет освещаться в стране. Уже все проведено. Президент нацелил директора муниципального предприятия «Горстройпроект» администрации города Сухомастамура Пипе, что работы должны быть завершены к 17 ноября. У нового моста через реку Басла мэр доложил президенту, что в следующем году будет установлен лифт для детских колясок и перемещения маломобильных людей. Учетом того, что в данном основном переходе не предусмотрен переход для инвалидов и детей, матерей с колясками, полагаем поставить в следующем году по левую сторону специальный лифт для открытых пространств, который будет поднимать инвалидов, колясочников и матерей с колясками для детишек. Понятно. Планируем еще немножко, может быть, доработать. Лифт надо сделать, конечно. Это правильная идея. Была поставлена задача, инвесторы решили сдать мост к одним победе к 50-му числу, а остальные доработки, которые необходимы, надо будет делать, да, конечно. При переходе через реку Басла с моста, помимо красот, открывается неприглядный вид на ветхие сооружения. Как объяснил журналистам глава столицы, эти старые строения – частные лодочные станции. У владельцев есть все необходимые юридические документы, и администрация не имеет права их сносить. Но при этом, как подчеркнул президент, следует обязать владельцев привести все в более презентабельный и однообразный вид. Решением суда когда-то были признаны собственностью каждого из того, кто там стоит, чья лодка. Поэтому когда-нибудь, наверное, они тоже найдут или объединятся в каком-нибудь акционерном обществе и привлекут инвестиции. Мы там пару человек, которых знаем, уже беседовали на эту тему, все равно надо эту историю устраивать. Да, или надо будет их обязать, сделать, значит, внешнюю форму, сказать, пусть делают так. Или так, или так. А вот так не должно быть. Ну да. Хотят иметь лодочную станцию, пусть его произведут в порядок. Такие лодочные станции сегодня нам не нужны. Аслан Бжаня на Красном мосту также осмотрел проведенные работы, которые были завершены ко Дню Победы. Все вот эти элементы декора восстановлены полностью. Вот смотрите, одни отлиты по новой. Вот эти мы нашли. Одна или две штуки были целые. И на тех столбах. Самое сложное было отлить вот эти элементы, потому что на той стороне целый пролет отсутствовал вообще. А где отливали? Здесь ребят сухого самура нашел. Эта сторона чугунная, вот эта вся, она целая была. На той стороне отдельный элемент из алюминия, да? Пошел отлично. У так называемого белого моста в начале улицы Чанба на протяженности более 400 метров будет обновлено дорожное покрытие, тротуары и бордюры. С тротуаром здесь была проблема серьезная. По этой части тоже и по этой. Вот эту часть. В связи на то, что мы и эту часть на следующий год, и сам мост, этот мост мы в этом году не успели отреставрировать. И вот этот пятачок тоже мы хотим, да, что-то сделаем в этом году. Ага. Восстановили все элементы декора, восстановили балясины, поручни балясин, восстановили балконную часть. Много элементов было разрушено, поломано временем. Мы полностью поменяли всю кровлю, стропильную часть, металлическую часть. Завершают работу, помните, металлической части кровли. И приступают потихоньку к отделке, так как пока кровлю не закончат, они не могут приступить к отделке. Хорошо. Первые выходные после 30 ноября мы здесь встречаемся. Мы сейчас принимаем объект. Капитально реставрируется фонтан, который находится на Сухумской горе. Президент высказал пожелание, чтобы ремонт был завершен к Новому году. Надеюсь, что тоже будет прекрасным местом продвижения для отдыха наших граждан. Наши граждане очень любят пешком подниматься. Здесь утром, вечером прям такая вереница людей, которые занимаются спортом заодно и любят любоваться нашей природой. Поэтому взялись за такое непростое решение, восстанавливать нашу достопримечательность. Фуникулер идем по этому пути. Но сложные работы. Сама чаша была повреждена очень сильно. Мы специальную инъекцию ввели гидроизоляционную. Восстановили трубы, систему водопроводную. Занимаются сейчас, восстановили практически все элементы декора. Пока не начали монтаж, в ближайшие дни приступят к монтажу. А сколько времени это все займет запустить? Чуть больше, чем внизу, на разницу, да? Да. Тут работ побольше. Побольше. Но было бы хорошо, если на Новый год успели. До конца года постараемся. Граждане были бы вам по этому знать. Хорошо, спасибо. В новом районе на Пятачке обновлено покрытие тротуара и бордюры. На этом же участке будет новая дорожная разметка для более удобной развязки. Для того, чтобы разгрузить эту часть, мы ее сокращаем и делаем вот так с двух сторон объездную группу. Ну, в общем, все по науке, все согласовано с ГАИ, с нашими архитекторами. Ну, в общем, вот такую развязку – это известная проблема Пятачка. Внешний фасад Сухумского железнодорожного вокзала очистили и привели в порядок к 30-летию победы. Аслан Бжаня пообщался с представителями Абхазской железной дороги. Внешний фасад Сухумского железнодорожного вокзала. Внешний фасад Сухумского железнодорожного вокзала. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok